Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». 12.06 в Кирове продолжается программа «Дневной разворот», рубрика «Разворот на бизнес». Олег Прохоренко и Светлана Занько по-прежнему с вами в студии. Здравствуйте, все, кто только что подключился. Наша тема, если кто-то забыл, уйти от дяди, стоит ли открывать свое дело в кризис. И, собственно, этому была посвящена первая половина часа программы. Сейчас мы продолжаем. Мы несколько обновили наш состав. У нас пришли Мария Михраб, руководитель агентства сюрпризов Маши Михраб, и Дмитрий Рылов, директор компании «Реалити-квест-выход». Добрый день. По-прежнему с нами Ольга Николаевна Чаузова, зам главы Департамента развития, предпринимательства и торговли Кировской области. И будет у нас по телефону Елена Маркова, директор агентства развития стратегических коммуникаций. Где-то в 12.20 мы будем Лену набирать. Она сейчас не в городе находится, в Торстане, кстати. Кстати, если у вас есть какие-то вопросы, да, у радиослушателей... Вы можете спокойно звонить, задавать их как Ольге Николаевне, так и нашим гостям. Если у вас есть идея по собственному бизнесу и какие-то вопросы, да, по тому, как это делать, мы любезно предоставим вам такую возможность. 708-502, номер телефона прямого эфира и 8-909-720-101-0, номер для ваших смс, видимо, уже для комментариев. Потому что, конечно, лучше позвонить вживую в эфир и получить тут же ответ, и еще можно будет пообщаться. На сайте хакерова.ру и в нашей группе ВКонтакте опрос, чтобы вы предпочли в кризис. Чуть-чуть изменилась ситуация на сайте. Появились люди, которые предпочитают работать на себя в количестве 7%, но по-прежнему лидирующим остается ответ работать в стабильной компании на фиксированной зарплате. ВКонтакте ситуация стабильная, 54% работать в стабильной компании на зарплату, работать на себя 34% и 11% работать по найму и иметь свой бизнес. И у нас есть такие представители в студии сейчас, которые и по найму успевают работать, и открывают бизнес, реализуя собственные какие-то интересы. И это Дмитрий Рылов. Можно об этом, Дим, наверное, говорить. Наверняка все твои работодатели знают, что у тебя есть бизнес, и наверняка есть коллеги, которые тоже пытаются что-то такое сделать, правда, скорее всего, в небольшом количестве. Есть у тебя такие не единомышленники, но люди, которые в таком же направлении идут. У них хорошая стабильная работа, серьезные компании, и в то же время они готовы открывать бизнес, что называется, по интересам. Ну, я думаю, что среди коллег всегда есть люди, которые думают о каких-то новых горизонтах, о новых идеях, о новых каких-то проектах, которые и могут приносить прибыль, и не могут приносить прибыль. Но это всегда новое, интересное, и какое-то движение вперед. Но так получилось, что у меня были и мысли, и, в общем, вперед шагнули. А что это, кстати, вот за реалити-класс? Это очень интересное развлекательное направление, то есть это развлечение нового поколения. В чем оно заключается? Что в каком-то замкнутом пространстве идет определенная игра, в ней участвуют от двух до четырех человек, то есть это сразу мы понимаем, что это некая команда. И здесь уже становится интересно как для друзей, так и для каких-то микроколлективов, да, в чем? Что каждый себя проявляет по-разному. Что же в этих, как бы, пространствах? Там есть определенная логика, есть загадки, есть стандартное, нестандартное мышление, есть какие-то ловушки, выходы. То есть такой Форт Боярд, но на местном уровне. И это очень интересно. Почему? Потому что, когда мы смотрим кино, мы за этим наблюдаем, да, мы как бы находимся со стороны. Когда мы участвуем в этой игре, мы непосредственно создаем игру сами. И среди наших вот участников, сколько уже было игр, все команды разные, все ведут себя по-разному. Есть люди эмоциональные, есть люди логичные, есть там те, которые говорят, все, хватит, выпустите меня отсюда, больше не буду. Но, тем не менее, через какое-то время они все вот получают там удовлетворение, какой-то такой кайф. Приходят два раза люди за одним тем же. Они ждут новых игр. То есть там должен быть определенный набор игр. Надо сказать, что в Москве это направление и в Питере, оно безумно популярно сейчас. И я была удивлена, когда узнала, что у нас открывается, кстати, Первый городской канал. В этом же направлении двигалась, по крайней мере, телевизионная какая-то версия такая есть. Поэтому, не помню, как называется проект, но зрители этого канала должны иметь представление. Вот есть такая возможность прийти и с компанией заставить себя принимать решения. Для тебя это все-таки что было? Это в первую очередь была реализация какой-то собственной темы, как ты говоришь, двинуться вперед, или все-таки на первом месте стояло вложение средств в бизнес для того, чтобы получать от него отдачу потом? Вы знаете, я думаю, что интересно и то, и то. То есть на определенном этапе приходят, ну не то, что сказать, границы, да, там расширение границ можно найти везде, на любой работе. Главное смотреть, видеть, слышать и желать. Но для меня это что? Это какой-то некий шаг в сторону, когда, ну то есть я ищу, как это сказать, другую поляну. Да, вот для меня это новый сектор интереса такого. Очень здорово, если это приносит прибыль. Но любой стартап, он вначале, наверное, сталкивается, ну с такими, все равно рядом проблем. Это получение опыта, это наколачивание шишек, это, ну, ошибки там, какие-то исправления этих ошибок и так далее. Ну, мы не исключение, есть определенные трудности, но движемся вперед. И сколько уже времени существует? Мы очень молодые, то есть нам буквально три месяца, даже, наверное, полноценных два. Но за эти два месяца мы успели создать первый квест, который, ну, очень хорошо принимается людьми. Квест – это игра. Квест – это игра, вот это замкнутое пространство, это называется вот локация, да. Мы создали сейчас вторую комнату, они разные. И чувствуется, что есть потребность еще у людей. Нет ни одного человека, который вышел и сказал, вы знаете, не нравится мне. Все выходят, у них очень много эмоций. Вопрос к тебе. Получается, что вы на одной поляне, да, и пересекаетесь, потому что ты, для тебя квесты изначально были вообще, ну, там, хобби одной из ипостасей, твоим аватаром, да, а потом ты решила сделать это своим бизнесом. Не часто так происходит, что клиенту приходится выбирать между реалити-квестом и, там, агентством сюрпризов Маши Мехраб? Ну, это ошибочное мнение, что мы работаем на одной поляне. Делить нам абсолютно нечего. Я просто работаю намного шире. Мой опыт с 2007 года, он позволяет мне делать абсолютно разные вещи. Я не привязана ни к одной площадке. То есть я делаю как игры по городу, так за городом на турбазах, в помещениях. Например, в бизнес-центре скоро будет игра для одной компании. Поэтому пространство для творчества здесь просто вот безграничны. Мы до этого говорили о том, что есть самозанятость, а есть бизнес. Бизнес – это когда ты нанимаешь уже работников, снимаешь помещение, у тебя есть там офис, есть телефон рабочий и так далее. Вот у тебя в данном случае это самозанятость, ты одна работаешь? Или у тебя есть компания, которая уже там тебя сопровождает, люди, которых ты нанимаешь? Да, у меня уже есть 11 человек, я уже начальник, у меня есть игротехники, у меня есть агенты. В общем, полная команда, которая готова выйти на игру, все без проблем. У них работа традиционно оплачивается, то есть никакой там самозанятости уже нет. Мы говорили до этого тоже и в первой половине, собственно, и Ольга Николаевна здесь присутствует. Как раз узнать, есть ли необходимость вообще у стартапов, понятно, что там больших материальных, наверное, затрат нет в вложении. В такого рода стартапах, о которых мы сейчас говорим. В оборудовании, да, но есть ли необходимость в обучении, в каком-то наставничестве, в каких-то там, может быть, разовых, неразовых грантах и так далее. Вот, наверное, вот где мне интересно, ты говоришь, шишки набивали, да, и набиваем. Если бы вас научили этому и можно ли этому научить тогда, да, обратились бы вы или обращались, может быть, за финансовым? Нет, мы не обращались, конечно. Здесь шишки какого плана? Есть тактические, ну, то есть это сама реализация, да, то есть всегда любую идею можно реализовать по-разному. Это такого рода свои шишки. Но, безусловно, мне кажется, любому стартапу все равно нужна помощь вот консультации там в продвижении, чтобы вот, ну, оказывали, по крайней мере, первичное. Почему? Потому что стадия выживания, да, надо выжить и перейти в какую-то вот зону, чтобы остаться там и начать развиваться дальше. Ну, давай вот эту стадию выживания все-таки определим. Потом Маша нас проконсультирует, как они выживали, да как они прошли эту стадию, потому что вон уже сколько лет. Что значит стадия выживания и какая конкретно помощь нужна была бы в этот период? Ну, можно разделить на две категории, то есть те, которые работали уже в таком продвиженческом поле, да, у них уже шишки, там, они по большому счету очень чувствуют аудиторию и так далее. Но большинство стартапов других, это когда возникают там первоначальные идеи, то есть молодые люди там начинают, и у них это первый стартап. И вот в этот момент важно, ну, помогать, что ли, определять целевые аудитории, фокусировать трату финансов. Почему? Потому что если мы сейчас пойдем изучать каждый продвиженческий канал, да, то у любого стартапа деньги закончатся уже там в первом месяце. Это на собственные исследования какие-то? Конечно, но если помогать, фокусировать, то вот этот период, он, ну, проходит легче. Маша, у вас? Да, мне есть как раз что добавить. Насчет обучения. Так как я являюсь официальным представителем игры «Дозор» в Кирове, то как раз с 2007 года для нас регулярно проводятся вот такие внутренние тренинги для организаторов. Собираются все ведущие люди по «Дозору» со всей страны, и на дня 3-4, так прям с утра и до вечера, нас учат, что делать. Вот буквально весной было очередное собрание. Там учили, как отнять деньги у клубов и переманить людей в квесты, потому что, ну, в условиях кризиса люди стали экономить. В этом есть огромный плюс. Насчет продвижения стартапов я, например, могу вот честно сказать, что я не потратила ни копейки на рекламу. Это за счет чего? За счет того, что твое имя известно без того или за счет группы ВКонтакте? ВКонтакте немаловажно. Немаловажно, конечно, имя. Ну, я его, собственно, себе сделала, то есть меня никто не знал. И есть такая волшебная штука, как бартер. Я иногда пользуюсь, то есть я делаю игру. Для предприятия, который может рекламную продукцию и там канал предоставить. Да, совершенно верно. Соответственно, у меня затраты, ну, какие-то минимальнейшие, вот, и я взамен еще получаю продвижение. Но никаких ресурсов дополнительных тебе не требовалось ни на одном из этапов? Или все-таки есть необходимость в финансовых затратах, в обучении? Финансовые затраты, они есть абсолютно на каждую игру, но при планировании стоимости игры для заказчика я туда закладываю обязательно вот эти какие-то штуки, которые нужно купить. Там, предположим, дополнительный аккумулятор, противогаз, ну, в общем, абсолютно такие необычные вещи, которые, ну, точно дома у меня не валяются. Это все входит в смету, соответственно, это все покупается, остается у меня и впоследствии используется уже для других игр. Теперь у меня, например, у родителей в подвале хранятся там абсолютно разные вещи от костюма химзащиты до резиновой женщины. Ну, вот такие есть варианты, как раз, мне кажется, подходят, Дима, для твоего предприятия. Но, тем не менее, вот мы говорили в первом часе, если кто-то из вас смог послушать, я сейчас к нашим гостям обращаюсь. Ольга Николаевна рассказывала о том, что есть в виде друзья и кредиты льгодные, ставка 7%, да, по-моему? 7,5%. Это зависит от того, какой вид деятельности. Да, есть гранты. На самом деле, вот для развлекательных предприятий, развлекательной направленности, как насчет… Ну, не знаю, если можно их отнести там к образовательным, развлекательным, социально ориентированным, ну, надо смотреть, конечно. Но даже если вы не относитесь к социально ориентированному бизнесу или там вот под 5-7,5%, то услуги у нас 9, 9,5%, то есть тоже вполне доступные. У нас максимальная ставка 10% годовых для сферы торговли. А вот то, что Дмитрий говорил, что если бы… По маркетингу и продвижению, есть ли какие-то возможности обучения или… В вашем курсе, который вы даете? Нет, в нашем курсе, конечно, есть, вот я сказала, мы начинающих предпринимателей, действующих предпринимателей обучаем экспортно-ориентированных по отраслям. Вот сейчас удачный период, у нас проходит форум предпринимательства на Вятке, его до 26 мая. Вот если зайти на сайт mbko.ru, либо форум kirov.ru, там программа вывешена прямо по датам, по времени, контактные телефоны, кому позвонить. Записаться на бесплатные курсы, которые проводит у нас торгово-промышленная палата, их учебный центр. В общем, масса мероприятий именно бесплатных, краткосрочно бизнес-тренеры ходят в том числе. Поэтому записывайтесь, смотрите, потратьте время с пользой для развития бизнеса, в том числе начинающего. Это для всех, и для участников, и для слушателей, говорю. Ну, это небольшой анонс. Андрей Леонидович Усенко как раз вот на прошлой неделе нам рассказывала о том, что сейчас в форуме есть. А на следующей неделе он придет и расскажет по итогам круглых столов, которые сейчас проходят. Правда, я посмотрела темы, они немножечко другие. Они не касаются того, о чем, например, Дмитрий говорит. Здесь, конечно, это здорово получить сразу в руки анализ рынка, какие каналы работают, какие не работают, какую аудиторию собирают. С этим всегда большая проблема. Уж не знаю, на самом деле, на собственном ли только опыте, или, возможно, получить такой где-то. Вот вы, Маш, как это делали, как изучали рынок? Методом научного тыка. Вот, то есть шишки набивали тоже, да, получается. Ну, а у вас франшиза? Да. У вас франшиза. А у вас, Дим? У нас тоже. Тоже франшиза. У вас есть такие вот трехдневные обучающие семинары, как у Марии? Нет, таких пока нет, но я не скажу, что мы прямо так вот в голом поле, да. У нас все равно оказываются консультации там и так далее, но, тем не менее, ну, то есть хочется, что ли, большего опыта. Мы также не сидим, то есть мы используем бартер, мы используем любые возможности, где можно там проявить себя, выйти и так далее. Но, поскольку вопрос звучал, какие трудности есть у стартапов, то вот они вот такие. В общем, такие. Да. А скажи, пожалуйста, насчет денег все-таки. Вот, когда мы сейчас сказали, что предоставляются кредиты, предоставляются гранты, была мысль воспользоваться кредитами. Есть ли необходимость вам для развития взять кредиты или только на собственные средства рассчитываете? Конечно, есть. Есть такая. А вы попытались в фонд поддержки предпринимательства рассчитываете? Нет, я думаю, после этой передачи мы попытаемся. Проконсультируетесь. Кстати, Дмитрий, я услышала, вроде вы из Кирова-Чепецка или вы в Кирове бизнес? Вы кировский или чепецкий? Нет, бизнес в Кирове, я чепецкий. А, ну бизнес в Кирове, понятно. Зарегистрирован, да, вот тот, который вот квест вот сейчас. А в Чепецке есть преференция? Просто там есть, да, возможность получить грант на открытие бизнеса, если вы в Кирове-Чепецке зарегистрируете. Это тоже как один из моногородов, в которые там есть дополнительные меры поддержки. Это тоже невозвратные средства, соответственно. Ну там до 500 тысяч рублей в этом году и до, если предприниматель, на момент обращения на конкурсной основе, конечно, это гранты выдаются менее года. А там, наверное, преимущества отдаются каким-то видам бизнеса, то есть... Ну вот я об этом говорила. Ну комиссия, естественно, рассматривает, то есть там в совокупности, во-первых, социально значимый эффект какой-то должен быть. То есть, во-первых, это и трудоустройство, и там, какой у них экономический эффект в бюджет поступления по итогам развития, там, через год, через два. То есть, конечно, предпочтение производства всегда отдаётся. Ну, сфера развлечения, вероятно, тоже по-своему интересно, досуговое направление. А у вас на постоянной основе кто-то работает? Или всё-таки вот пока это хобби для всех участников этого процесса? Нет, пока на уровне хобби для всех участников, но я думаю, что времени прошло немного, всего два с половиной месяца, и мы выйдем на то, что это всё равно перейдёт в стадию бизнеса. А вы для себя тоже рассматриваете как вариант, что когда-нибудь придётся покинуть основное место работы и заниматься только этим? Или как? Я думаю, что в голове всегда это должно быть, потому что, ну, работа, там всегда тепло, хорошо, уютно, сытно, но надо думать так, что надо уметь плавать в другой воде. Но для меня это выглядит вот так. Как раз вопрос к Маше. То есть, ты достаточно успешно, на мой взгляд, представляла компанию «Пиля-2» в Кирове, да, как её представитель перед средствами массовой информации. И потом в один прекрасный день взяла, снялась с насиженного места, с тёплого, да, и решила вот окунуться в собственный бизнес. Не пожалела об этом? И в чём преимущества или недостатки вот твоей сегодняшней свободной жизни? Недостатков нет. Было вначале, конечно, очень страшно. Меня все отговаривали. По-моему, ни одного человека не было, который бы сказал «давай, дерзай, вперёд из песни». Все очень переживали, потому что там и оклад, и премии, и страховки, и всё так здорово. То есть, а ты одномоментно прямо отрубила и ушла из «Тиле-2», и бац, и свой бизнес? Или всё-таки совмещала? Я совмещала, но работать в федеральной компании на полный день и ещё успевать проводить квесты, которые требуют достаточно много времени по организации, было сложно. Поэтому у меня они были раз в три месяца один, просто для моего личного развлечения, грубо говоря. То есть, точно так же научиться плавать в другой воде, а потом, когда стала профессионалом, там уже... Ну и, учитывая мою свободолюбивость, мне было очень тяжело с 9 до 6 находиться в закрытом помещении. Шаг влево, шаг вправо нельзя. И, в общем, если так ещё отшутиться, то за три недели до этого я упала с велосипеда, ударилась головой. Вышла с больничного на работу, написала заявление. Яблоко упало на голову, да? Да, да, да. Понятно. Это действительно, на самом деле, интересно, но вот мы говорили, обязательно задаём эти вопросы, задавали вопросы девочкам, которые были в первом части, там, образовательные услуги, у вас развлекательные услуги. Мы должны говорить о деньгах и о планировании того горизонта, когда вы выходите на достаточный уровень, когда вы понимаете, что всё, бизнес работает, я зарабатываю столько денег, сколько мне нравится, которые не просто меня там обеспечивают, чтобы я там выживала, да, но и возможность есть развитие бизнеса, возможность есть трат каких-то, которые не обязательно запланированы, условно говоря, не только хлеб и молоко. Но сколько времени, Маш, прошло с того момента, когда вы открывались, раскручивались, до того момента, когда ты почувствуешь, что да, я хорошо себя ощущаю, это мой стабильно работающий бизнес, он мне даёт возможность ездить там в командировки, в другие страны отдыхать и чувствовать себя так, как вот сейчас обозначила Олег, вы успешный человек. Может быть, горизонт планирования, то есть чего хотелось бы, да, на пике вот этой деятельности. Можете сказать, что вот мне сейчас достаточно, больше не надо? Нет, не могу. Хочется ещё больше, именно поэтому я продолжаю заниматься развитием компании. Вот сейчас буду ударяться в продвижение, в такое очень плотное, именно в корпоративы. И, по моему опыту, они самые-таки эффективные в плане выручки и в плане отдачи потом сарафанного радио, потому что организуют корпоративы обычно HR, маркетологи, и вот они из уст в уста всё это передают друг другу, и там вот именно такой пиар срабатывает. Вот я сейчас буду ударяться именно в это. То есть для этого нет необходимости печатать где-то там рекламу, да? Вообще нет, она не работает. Она не работает, абсолютно. Ну и тем не менее, сколько времени прошло с момента, когда ты ушла в свободное плавание, до того момента, когда это плавание принесло тебе удовлетворение финансовое? Ушла я в сентябре, 13-го, по-моему, числа, и уже стала получать столько, сколько хочется. Там первые два месяца было тяжело, конечно, где-то, наверное, в конце ноября. Очень быстро. Достаточно быстро, да. Как получилось? Я просто кинула клич, что гей-друзья, я теперь свободна, я могу теперь сколько угодно организовывать для вас мероприятия. Там я и свадьбы, и мальчишники делаю именно в формате игры. И народ обрадовался, и, собственно, пошли. То есть это была первая волна или она не спадает? Она не спадает, но всё равно у моего бизнеса есть сезонность. Эту сезонность я, к счастью, знаю и могу к ней готовиться. А вот куда можно развиваться? Ты сказала, что с точки зрения маркетинга сейчас хочешь расширить свою сферу влияния. Есть ли варианты выхода на другие регионы? Варианты есть, но страшно. То есть мне нужно быть уверенной в человеке, потому что всё равно там, в другом регионе, я находиться не смогу достаточно много времени. Мне надо быть уверенной в том человеке, кого я там оставлю. Что для тебя является мерилом успеха уже, когда ты точно знаешь, жизнь удавась? То есть при каком условии ты себе можешь это сказать? Когда меня нет в Кирове, я не трачу времени на работу. То есть когда работа идёт по ней у тебя? Работа и я. Дима, у тебя всё-таки какой горизонт планирования? Вот ты говоришь, первый год по статистике – это год выживания, набивания шишек, какого-то в идеальном случае развития. Дальше что? Дальше получение того, что хочется. Того, что Мария добилась, да? Ну, я думаю, что у любого бизнеса есть определённая стадия развития. То есть когда бизнес зарождается, там всегда надо уделять не просто много времени, а очень много времени. Вот, чтобы это выросло, это дальше там начинало расти, развиваться и прочее. И потом уже бизнес может перейти в стадию, когда это уже некая система, она, ну, то есть сформировалась там на рынке. Есть люди, которые обучены, образованы, они, ну, то есть сами сопровождают клиентов и так далее. Вот эта стадия – это та стадия, когда я уже не трачу время там на работу, да, и вот эта система может приносить уже там доход без меня. Вот, я думаю, что это мечта любого бизнесмена, но по факту всё равно приходится уделять время, потому что это детище. Ну, ты чувствуешь себя спокойно, потому что у тебя есть всё-таки ещё работа. Ну, конечно, да. Спокойно, стабильно. Мы сейчас прервёмся на короткую рекламу, и в это время Ольга Николаевна Чаузова, заместитель главы Департамента развития и предпринимательства и торговли Кировской области, нас покинет. Я бы хотела, Ольга Николаевна, какое-то, может быть, пожелание нашим слушателям, тем людям, которые думают о том, начинать или не начинать. Ну, прежде всего, не нужно бояться. Если вы настроились, то неважно, кризис сейчас или спокойное время, скажем так, когда у нас просто-то было в России, собственно говоря, я не помню, честно. Поэтому открывайте, обращайтесь в наш департамент, фонды поддержки предпринимательства, вы всегда найдёте себе людей, которые смогут вам помочь, подсказать по любым вопросам. Наш департамент 381843, на мой телефон, звоните, всегда рады будем вам помочь. Спасибо. Сейчас перерыв, и через 2 минуты мы вернёмся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот», рубрика «Разворот на бизнес». Тема «Уйти от дяди. Стоит ли открывать своё дело в кризис?» И у нас на связи Елена Маркова, директор агентства развития стратегических коммуникаций. Лена, добрый день. Это Олег Прохоренко. Добрый день. Добрый день, коллеги. У нас к тебе, на самом деле, один очень важный, главный вопрос, который мы всем гостям задаём. Надо ли уходить от дяди? Не пожалела ли ты, вот сейчас уже прошло определённое количество времени, работая на свой страх и риск? Вопрос, конечно, непростой, друзья. И здесь актуальна такая пословица, как «семь раз отмерь, один раз отрежь». Работать на себя или на работодателя – выбор каждого. Плюсы и минусы есть как с одной стороны, так и с другой. Важно, чтобы к решению начать самостоятельный путь. Начинающие предприниматели подходили как минимум с багажом знаний, опыта, понимания рынка и базы контактов. Ты лично не пожалела? Нет. У тебя агентство развития стратегических коммуникаций. Что это такое? Давай слушателям поясним. Если коротко, то мы работаем в понимании классического пиар-агентства. То есть занимаемся проведением пресс-мероприятий, пресс-конференций, брифингов, интервью. Организуем деловые мероприятия. Оказываем услугу мобильная пресс-служба для тех компаний, которые не могут позволить иметь в штате дополнительных сотрудников. Также занимаемся проведением различных исследований рынка, изучением общественного мнения и реализацией отдельных пиар-проектов в силе бизнеса, культуры и искусства. Понятно, что на входе, когда вы только начинали, у вас уже был, наверное, пул предварительных договоренностей о работе. Этот портфель заказов клиентов, он прирастает сейчас, когда вы стали уже на слуху и у вас появилось успешное мероприятие? Да, конечно, прирастает, возможно, не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, но мы делаем поправку, безусловно, на экономическую ситуацию, делаем поправку в целом на изменения на рынке, ну и ряд других факторов, прямо или косвенно влияющих на данные процессы. Лена, у вас много конкурентов в Кировской области? Ну, здесь я думаю, что правильнее говорить о фактах и о цифрах, поэтому смотрите, какая любопытная статистика. Если мы возьмем регион ПФО, то до 10 пиар-агентств существуют в Нижнем Новгороде, Татарстане, Перми, Екатеринбурге, Уфе. В каждом из них? В каждом из них до 10 полноценно работающих агентств. По остальным регионам показатели меньше 5, это официальные данные. Так вот, что касательно Кировской области, то данных о работе пиар-агентств официальных, по крайней мере, нет. Вы же знаете конкурентов своих, если они есть. Если они есть, вот это правильная поправка. Для нашего региона характерна такая специфика, как частно практикующие специалисты в различных отраслях. Которых немного, честно скажем, в той отрасли, которой вы занимаетесь. Лена, давайте, вот мы говорим работать на дядю или работать на себя. Ты ведь тоже работала на дядю, да, и в хорошем месте работала, надо сказать. Что тебя заставило уйти из торгово-промышленной палаты? Прежде всего, это личные обстоятельства, именно рождение ребенка. Я себе ответила честно, какие приоритеты должны быть расставлены по жизни. И это стало ключевым решением, повлиявшим на мой уход. И второй момент. Я всегда считаю, что уходить нужно вовремя. Уходить нужно вовремя и принося максимальную пользу компании, работодателю, где ты работаешь. Это правильно, на мой взгляд, чем добившись определенных, ну, скажем так, успехов. Потом пробуксовывать, потом понимать, что да, в чем-то ты становишься неэффективным. То есть всему свое время. И важно это время понять. Вопрос о деньгах. Лен, на каком сейчас уровне удовлетворения находитесь вы и ваши компаньоны? Поскольку компания молодая, мы все-таки находимся на стадии развития. Что это значит? Пока что вкладываетесь в бизнес или уже все-таки обеспечиваетесь? Есть рентабельность какая-то. Рентабельность есть, но рентабельность не стопроцентная, безусловно. По объективным оценкам от 50 до 70%. Так, уходить с этого поля не собираетесь? Нет, планов много. Спасибо большое. Елена Маркова, директор агентства развития стратегических коммуникаций, была с нами на связи. На самом деле еще один вопрос был, не к Елене, а к гостям нашим. Понятно, что нужно думать на перспективу. Когда ты открываешь бизнес, нужно думать оптимистично, самое главное. Не бояться, что будут трудности, и будут провалы, и будет межсезонье, когда не будет клиентов. Но прочитал интересную мысль, что всегда нужно в голове держать план «Б» на случай, если не удалось. Чтобы потом не опускать руки, а сказать «ну вот, не удалось». Этот план, он был изначально в голове или все-таки был оптимистичный настрой, что будет все развиваться, переть, и клиенты будут. У меня, честно, был план «Б», но в него тоже никто не верит. Я, когда уволилась, сразу же пошла учиться на дизайнера. Дизайнера интерьера. Мне сказали, что в кризис, никто не будет заказывать дизайн интерьера. Но, в общем, я продолжаю учиться, а там посмотрим. То есть еще одна вода, в которой Маша учится плавать, понятно. Ну, а у Дмитрия эта ситуация, по-моему, понятная. Он с основного места работы от дяди не уходил. Риски всегда есть. Даже если, допустим, уйти от дяди, и есть какое-то поле, в котором ты уже плаваешь, то туда можно вернуться всегда. Причем, наверное, можно выстроить карьеру уже быстрее, потому что там опыт есть, и есть понимание, как делать, что делать и так далее. Плюс свежий взгляд. Да. Но надо обращать внимание, что одна неудача не должна подрывать видение или взгляд вперед. Почему? Потому что многие стартаперы, они иногда проходят 2-3 идеи, чтобы поймать ту, которая нужна, и которая в итоге принесет именно тот ожидаемый результат, который хотелось бы. А у вас уже была такая смена курса? Или пока вы движетесь? Была. Такая смена курса я очень хорошо о ней знаю, потому что мы работали с Дмитрием в одной компании, финансовой. И Дмитрий был специалистом по рынку Форекс, очень хорошим, кстати говоря, специалистом. И это совершенно другая деятельность, нежели та, которой он сейчас занимается. Да, это земля-небо. Абсолютно разные вещи. Давайте подведем итоги нашего опроса на сайте ахакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте. Вопрос. Что бы вы предпочли в кризис? С сайта ахакирова.ру 65 почти процентов работают в стабильной компании на фиксированной зарплате, 6 почти процентов работают на себя и 29 процентов работают по найму и иметь свой бизнес. Ну, 30 процентов – это немало, на мой взгляд, людей, которые готовы и то, и то совершать. В нашей группе ВКонтакте 52 процента работают в стабильной компании на фиксинге, 33 – работать на себя и почти 15 – работать по найму и иметь свой бизнес. Спасибо большое нашим гостям, которые сегодня пришли в разворот на бизнес. Тема «Уйти от дяди. Стоит ли открывать свое дело в кризис?» перейдет в свежий номер газеты «Бизнес новости» в Кирове. Там вы увидите этот отчет, еще раз сможете почитать и мысли, мыслите все узнать. Запись нашей программы будет на сайте ахакирова.ру. Спасибо, Олег. Да, всем спасибо и желаем вам успехов, если у вас есть свой бизнес или идеи о нем. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова